Скажите, это Игорь Фанавин, журнал «Коград». Вы не могли бы объяснить смысл этих железных приспособлений? Что это? Эти две забора ограждают кибуц. Поскольку совсем рядом находится газа, существует опасность проникновения террористов. Поэтому любое поселение в этом районе, оно обнесено таким забором, чтобы предотвратить атаку. Есть несколько видов угроз. Это в первую очередь ракетные обстрелы. Сюда долетает 30-минометный снаряд, и время подлетное порядка 6-7 секунд. Поэтому скоро мы увидим маленькие бетонные домики, куда жители могут забежать, если будет объявлена тревога. Целый дом это называется, то есть красный цвет. Это предупреждение о том, что выпущена ракета или минометный снаряд со стороны газа. Есть туннели, которые террористы пытаются проложить под землей в еврейские поселения. И также существует опасность, что кто-то попытается пересечь забор и просто ворваться в такой поселок. А давайте вы попробуете описать вот это строение, из каких элементов оно состоит. Это стандартный забор безопасности, два кольца таких вот проволочных ограждений. Обычно есть датчики движения, датчики веса. Здесь я их не вижу, но, наверное, они тоже есть. По крайней мере, не видно, но теоретически они могут быть. Заборы, железная проволока, стандартные достаточно, без особых хитростей. Вокруг идет дорога безопасности, по которой проезжает периодически патрульная группа, которая тоже рассматривает местность. И вот эта вот часть дороги без КСП, она внутри, да, она тоже, наверное, патрулируется или нет? Внутри, я думаю, нет. Я думаю, что здесь именно проложена дорога снаружи, и джипы проезжают именно там. Здесь явно не предназначено для джипа. Может быть, группа также патрулирует вот такой дороги кольцевой, которая тоже идет вдоль всего Кибуца, параллельно этому забору. А вы не могли бы представиться? Гарри Резнековский, редактор портала ЗАОВРУДКИ. Спасибо. Александра. Да. Это Игорь Панарин, журнал «Икоград». Скажите, вы бывали когда-нибудь в этом поселке или в этой части страны? В этой части страны была, в этом поселке нет. А вот эти вот меры безопасности, производят ли они на Ваши впечатления? Производят ли впечатления? Меры безопасности должны быть в любой стране, в этой особенно. И в этой стране жила 4 года, 25 лет назад. И знаю, что такое израильское общество, не из книжек и не из газет. Вы сейчас живете в Канаде, и там более-менее все спокойно. И я бы хотел, чтобы вы рассказали о градиенте ощущения безопасности, когда вы приезжаете сюда и когда вы возвращаетесь в Канаду. Насколько он велик? Ну, просто нет. Я не чувствую разницы между жизнью здесь и в Канаде. Мне кажется, что здесь абсолютно спокойно. Для того, чтобы к этому относиться по-другому, наверное, нужно взять в руки ружье и пойти на поле боя. Я жила в Израиле 4 года, у меня есть израильский паспорт, живу я в Канаде. Но, тем не менее, мое отношение к Израилю сегодня гораздо более теплое, нежели когда я была эмигранткой в первые 3-4 года. Ну, то есть, если мы говорим об опасности, то вы не чувствуете себя здесь? Абсолютно нет. Спасибо большое. Нет. Спасибо.